Мои прекрасные друзья, ради вас все-таки перешла дорожку и покажу, как речка впадает в озеро. Ну и кусок Марины. Это когда-то была наша любимая Марина. Ну вот такая красота. Так как не могу показать это летом, летом тут вообще рай. Ой, правда. Это вчера случайно в рекомендованных попались мне ютуберы украинские, которые приехали по этой программе облегчённой. Легко получить статус, гражданство и так далее. И вот они после года уезжают почему-то из Канады. Не нашли себя здесь. Но они поехали в большие города. Висе, это Ванкузер, Городиш-Коломбия, Соронто и Халлифакс. Снова с Куршием. И Торонто-Онтарий. Вот эти три провинции. И они, конечно, поехали в большие города. Но кто попал в хост-фэмили, это семьи, которые приглашали. Вот в глубинке они не пожалели и нашли себя. Потому что Канада действительно красивейшая страна. Вот там гуси летят. Хотела вам показать. Ой, пропустила. Да, Торонто. Канада действительно красавец. Действительно богатая ресурсами, природой. И мало населения. То есть живее не хочу. Красота. Но каким-то образом сложно прижиться некоторым людям здесь. Наверное, по экономическим причинам. В общем, не нашли себя молодые ребята здесь. И молодые семьи. И один мальчик был, он одинокий. И он сказал, вот, блогеры говорят такую красоту про Канаду. Это действительно красивейшая страна. Но когда ты тут 30 лет назад приехал, страна была другая. А может, мы были другие, сделанные из стали люди в Советском Союзе. Но не знаю. Наша эмиграция была хороша. Вот такая красота. И мы не пожалели, что мы приехали в Канаду. Но времена меняются. Мне нужно на солнышко, на море. Попозже покажу вам, кто не видел в самом начале, как мы там обосновались. В общем, красота. Ну, жить на две страны вообще шикарно. Я так считаю. Ты берешь самое лучшее в одной и другой стране. Вот так. Ну что, закончим красивым солнышком. Обнимаю вас с солнечной любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.